Здравствуйте! Я сказочница. И я абсолютно уверена в том, что современных детей, детей нового поколения, невозможно воспитывать без сказки. Почему? Ну, потому что именно сказки, именно игра и творчество развивают эмоциональный и социальный интеллект. Что такое эмоциональный интеллект? Давайте поиграем. Представьте, что все мы с вами большие, как великаны. И все мы состоим из эмодзи. Эмодзи — это такие смайлики, которые мы используем ежедневно в переписке в мессенджерах. И наши эмодзи, они большие, как шары. Все мы наполнены этими шариками. И шарикам так тесно, они рвутся наружу, и в какой-то момент один взрывается. И тогда мы взрываемся лавиной агрессии, негодованием, бурей, или, может быть, раскатистым смехом. А теперь посмотрите на тех, кто рядом с нами. Ашик, малышей, детишек. У них то же самое, только знаете, в чем проблема? У них все масштабнее, у них гораздо все больше. И когда что-то в нем взрывается, он не может дать этому определение. Он не знает, как это называется. Он не может подойти к своей маме, дернуть ее за юбку и сказать, так все, хватит. Мне надоело, ты меня постоянно сравниваешь. Я чувствую себя неполноценным. Что ты со мной делаешь? Перестань. Ребенок не может этого. Но, наверное, и мы с вами тоже не всегда говорим о своих чувствах. У нас не очень принято говорить об этом открыто. Еще у нас есть очень хорошая отмазка для всех родителей. Он еще маленький. Да, он еще маленький, но потребность огромная, громадная. Потому что, вы представьте, что-то взорвалось. И это что-то не дает ему покоя. Он хочет рассказать об этом, но не может. А насколько мы с вами взрослые, мы же взрослые, мы все очень умные, как мы хорошо ориентируемся в этом непростом мире эмоций? Смотрите, у меня для вас игра. Посмотрите, какие здесь детки. Они все разные. Эти эмоции, они практически испытываемые. Их практически каждый ребенок испытывает ежедневно. Потому что эмоции, они накрывают ребенка с большой силой, большой лавиной. Посмотрите, попробуйте дать ответ, какие это эмоции и насколько ярко они выражены. А я вам назову. Но вы честно себе ответьте, насколько вы правильно определили. Потому что умение определять эти эмоции — это базовый уровень эмоционального интеллекта. Вообще, в принципе, три уровня. Базовый — это природный. То есть он необходим нам для успешной социализации, общения, чтобы мы с вами не переубивали друг друга и общались абсолютно адекватно. Так вот здесь изображено ярко выраженное, насыщенное недоумение. Это ужас. Это обида. Это восторг. Это неярко выраженное счастье и очень слабо выраженное отвращение. Такое, как фии. Это так неприлично. Так, может быть, надо начать с себя? Может быть, все мы с вами не так хорошо ориентируемся в этом странном мире эмоций? Когда передо мной стоит непростая задача — рассказать агрессивному ребенку... Ну, я не люблю такое определение. Я его называю мега-ниндзя. Такое, знаете, и нашим, и вашим всем в лоб для агрессии. Когда мне такому малышу приходится рассказывать о том, что такое агрессия, я молча беру его за руку и иду с ним в свой театр эмоций. На самом деле, мой театр эмоций всегда со мной. Он всегда со мной, путешествует рядом. И он у вас тоже есть. В моем театре эмоций всего три дверочки. И первая, в которую мы заходим, — это костюмерная. Там мы знакомимся с характером, мы примеряем каких-то персонажей на себя. И ребенок главный, он выбирает, с кем мы будем играть, какая у нас будет сказка, кто будет в ней героем, какие в нем будут герои, какие герои будут в этой истории. Вторая дверь — это декорации. Мы рисуем линию, будущую линию сюжетную. О чем будет эта сказка? Там же я ставлю проблему. То есть для агрессивного ребенка я говорю, что такое агрессия примерно, описывая в образ, как она появилась, к чему это привело. И даю ему 3-4 варианта решения этой проблемы. После этого мы идем в ту самую волшебную дверь. Мы ее открываем, а там стоит волшебное зеркало. Почему зеркало? Во-первых, потому что оно вход. Вход в зазеркале. Это вход в ту самую непостижимую, нами с вами забытую игру, которая называется фантазия. И перед тем, как войти в зеркало, я его спрашиваю. Ну, малыш, что такое агрессия? Он отвечает мне, не знаю, злость. Это самый честный ответ. Ребенок действительно не знает. Это правда. Но когда мы возвращаемся, я задаю тот же ответ, вопрос. Я получаю очень интересный ответ. И знаете, дети 4-5-6 лет отвечают, это боль. Это обида. Это короткий путь к цели, но тогда у меня друзей никогда не будет. Я ведь не читала ему лекции нотации. А он все понял. А мы просто сказкотворили с ним. Что такое сказкотворчество? Это игра, это фантазия, это невероятный бурный процесс, творческий, интеллектуальный, в котором ребенок движущая сила. Вокруг него все вертится. В момент, когда рождается сказка, он учится мыслить, творить, подвергать сомнению признанное. Он конфликтует, он доказывает, он мыслит, он активно находит решение. И та эмоция, которая прожита вместе с ним в сказке, остается с ним навсегда, надолго. Это можно сравнить примерно с тем, как воспринимает мир ребенок до года. Когда я стала мамой, я начала писать своему ребенку сказки с первых дней его рождения. Я писала, играла, я сказкотворила, я творила с ним все, что возможно, доброе. И только потом, буквально по прошествии нескольких лет, я осознала, что маленький ребенок, у него гигантская работа. Это кажется, что он просто лежит, он не лежит. Он изучает, вы представьте, ему надо понять, где он находится, с кем, какое место его в этой семье, как он будет жить, существовать, какие культурные ценности. И в конце концов, ему надо научиться общаться, при этом без звуков, при этом на уровне эмоций. То есть эмоции — это тот самый мостик, который вырастает у ребенка до года. Он общается через него, по этому мостику он бежит к социуму. Это очень сложный процесс. Попробуйте хотя бы один день, ничего не говоря, доносить до своего собеседника посредством эмоций, что вы испытываете. Это непросто. Могу привести пример. Как-то я писала сказку для мальчика. Это был очень взрослый мальчик, 8 лет. Мы писали сказку для проработки агрессии. Он тяжело переживал развод родителей, и перед нами стояла задача понять, что это нормальный, естественный процесс. И его задача состоит в том, чтобы не обвинять ни маму, ни папу. Но мальчик так был устроен, он почему-то решил маму обвинять и даже ее бить. И вот нам надо было придумать сказку. Мы с ним выбрали обычных героев, самую простую классическую сказку. Это была победа над злодеем-кракоролем. Был такой злодей-кракороль, мы его выдумали, и в процессе на этого героя была проецирована та самая его агрессия. То есть он посмотрел на себя со стороны, как это выглядит. Злодей-кракороль похищает маму, раз она ему не нужна, ему такая добрая, хорошая мама очень даже нужна. И мальчик, построив волшебную лодку, то есть посредством волшебного средства, добирается спасать свою маму. Какой он делает вывод, когда вернулся? Я его спрашиваю, ну что, ты можешь мне сказать? Он мне говорит, это удивительно для восьми лет, ребенок так хорошо осознал. Он говорит, агрессия выстраивает большое расстояние между мной и мамой. Но это действительно так, мама отдаляется. При этом в самый трудный период, когда происходит раскол, когда меняется семья, когда мама остается одна со своей ответственностью на плечах, и она не получает от него поддержки, он вдруг понял, что это поведение было очень эгоистичным. А это просто сказка. Еще небольшой пример. Эта сказка была написана для моего ребенка, который очень боялся темноты. Мы придумали с ним космических зайцев, поселили их на планету 13 и дали ей название «Страх». Я определила проблему. Страх какой он? Это гигантский, огромный, чудовищный великан, огромный черный великан, который подпитывается страхом от всех, кто живет на этой планете и растет еще больше, 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 больше. И я дала ему определенное решение. Эту проблему можно решить, во-первых, традиционным способом сразиться с ним, с этим великаном. Нетрадиционным способом вспоминать, есть такое определение, театр абсурда. Ну, насмешить, например, свой страх. И третий вариант, классический, это при помощи волшебника или волшебного средства. Ребенок выбрал нетрадиционный способ. Что он сделал? Это же фантазия невероятная. Он превратился в мальчика-зайчика космического, подружился с говорящим кактусом, узнал, где живет этот огромный великан, пришел к нему и обозвал его мыльным пузырем. Да ты мыльный пузырь, я тебя не боюсь. Это так насмешило его собственный страх, что страх от этого лопнул. Мы делаем вывод. Ну, какой вывод? Над собой иногда и над своими страхами надо уметь посмеяться. Потому что если поддашься страху, он тебя захватит, он накроет тебя волной, и ты уже не сможешь принимать самостоятельное решение. Вот такие сказки. Мое сказко-творчество, оно как-то очень быстро покинуло пределы моей семьи и поселилось сначала в песочницах на детских площадках, а потом я начала писать даже для незнакомых детей. Так появились мои персонажи. Дин-Дина — это волшебница, которая помогла девочке поверить в себя и поступить в художественную школу. Так появилась черепаха Бакабуся, которая рассказывала, что обижаться — это самое бессмысленное дело. Так появился жираф Фикула, который говорил о том, что ну счастье не в количестве игрушек, потому что заброшенные игрушки тоже что-то чувствуют. Здесь можно сделать отсылку ко взрослым. Допустим, бабушки и дедушки. Про них надо иногда вспоминать чаще. Так появились мои необыкновенные персонажи, вот такие как злодей и крокороль. Их очень много и очень быстро рождаются. Я хочу дать вам совет. Вы все, если есть родители, уже творцы. Вы сотворили жизнь. Вы дали возможность вашему маленькому чудо-счастью расти. Теперь помогите этому чудо-счастью вырасти эмоционально и социально здоровым. Поддерживайте его. Не отнимайте у него игру. Ну вот вы представьте, если бы ребенок был ежиком, только ежиком наоборот, иголочками вовнутрь. И эти иголочки заставляют прыгать, бегать, дергать, перебивать. Гиперактивность, да? Вы узнаете? Так их обычно называют. Я не люблю такое определение, но таких детей много. Очень активных. И вот этих детей, которым жизненно необходимо бегать, прыгать, играть, усаживают за стол, дают им гаджет. Что? Ну это же любви радио. Он в три года уже читает. Ах, и что происходит с иголочками? Сначала они сопротивляются, а потом они отмирают и отваливаются. А что происходит с ребенком? Он теряет смысл. Вы не представляете, мне было жутко, когда я услышала от шестилетнего ребенка, что он устал жить в шесть лет. Такой вот очень умный и очень уставший мальчик. И когда мы с ним прорабатывали усталость, придумали сказку, поиграли, потом слепили усталость из глины, он как разревется, как разрыдается. Я ему говорю, ты что, Булат, что случилось? А он мне говорит, я понял, я еще ни дня не жил. А ребенку шесть лет. Ну с тех пор он живет. Слава Богу, родители дали ему возможность играть, прыгать, бегать, сместили какие-то кружки и так далее. Но суть в том, что такие простые инструменты, как игра, как сказка, как творчество, помогают ребенку морально ожить. Они помогают ребенку выбрать тот необычный творческий креативный путь. Они помогают ребенку понять себя, понять суть происходящего. Напоследок приведу небольшой пример. Это мой личный пример. Мои сказки научили моего ребенка очень многому. Например, мне кажется, для достижения он выбрал книги осознанно. Он читает книги и не воспринимает гаджеты. Хотя, может быть, это до поры до времени, я не знаю. Он абсолютно уверен в том, что человек по себе, сам по себе безграничен. Его возможности безграничны. И когда он в пять лет определился, я буду палеонтологом, с этого же момента, с пяти лет, сейчас ему семь, он ведет лекции в музеях. Он рассказывает про динозавров. Он постепенно идет к своей цели. Его мысли и его эмоции — это его помощники. И этому, друзья, его научили сказки. Читайте детям сказки. Читайте обязательно, выдумывайте, играйте, разрешите себе быть маленькими. Ну, или совсем прям если не хочется, то хотя бы не отнимайте у них естественную среду. Игра — это для них как море для рыбки. Им это необходимо. Большое спасибо. С вами была Тати Галиева. Спасибо. 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 Спасибо.